Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и мы с вами продолжаем проходить Обливион и в прошлой серии мы с вами закончили на том, что выполнили целых два контракта вновь, мы в каждой серии уже постоянно заканчиваем на том, что именно по два контракта выполняем, предыдущий тоже так же было. Ну и последним контрактом у нас было спасение дочери какого-то одного орка, ух ты, атлетику повысили, отлично, орка аристократа, который прям так общается, знаете, очень-очень культурно, вежливо, я аж прям удивился и почтение мое ему выразил. Ну и сейчас у нас на повестке дня стоит какое-то задание также от гильдебайсов и естественно мы ее выполняем, то есть какие-то люди в каком-то поселении недалеко от Чиндинхоу, как раз мы сейчас здесь и находимся, пропадают, элементарно пропадают и нужно сходить выяснить, что же тут происходит, куда они начали пропадать. Ей нужно поговорить с одной теткой, тетка живет здесь, вот походу в этом вот поместье фермы или что это такое, ух ты, у нее тут лебеди плавают, ну красиво она тут устроила, все, ничего не скажешь, застава Харлана, ну вот, именно то место, куда нас ей отправили, а вот и она, привет. Доспехи кровавой метки. Причем доспехи кровавой метки, о чем она вообще? А-а-а, слушай, ты насчет моих доспех, то что у меня это, я от темного братствования, и ты как-то может определила что ли? Ну ладно, что ты думаешь об этих исчезновениях? Просто я впервые такой слушаю, что про доспехи кровавой метки, когда говорят, ни разу такого не было представлено, при каком-то вступительном диалоге, ладно, я рассказываю. В заболоченной пещере появились странные огоньки, мы послали наших, чтобы узнать, что там такое, но они не вернулись, нам нужна помощь. Огоньки? Это не эти ли огоньки, которые летают, там есть такие, как странствующие огоньки что ли, а ну-ка рассказывай про огоньки. Они стали появляться несколько ночей назад, странные мерцающие огоньки, поутру уже ничего не видно, но они были там всю ночь. А, ну не знаю, эти вроде бы и днем тоже летают, насколько я знаю, эти какие-то ночные, что ли? Хорошо. Так, а что, куда идти-то теперь? Подождите, ну-ка, информация, я же че-то... Дронара Телли, жительница заставы Харлана, сказала, что люди видели странные огни на болотах. Они пошли узнать, в чем дело, но ни один из них не вернулся. А на каких болотах-то? Где они находятся? Тут река есть какая-то, а болото где? Ну, давайте искать болото какие-то, что за болото? О, копает здесь, да, грядочку, молодцы, трудятся, акаджиты, смотрите, акаджиты с органянином на пару. Увидишь же такое, да? Ставят, спахивают земельку. Вот какие-то болото, наверное, подождите. Хотя, не, на болото... Да не, какое-то болото, это настоящая река. Причем, впадает, да, вот русло, это впадает в большую реку. Вот она течет, течет маленькая и впадает в огромную реку здоровую. Озера, озера. Ну, не знаю, вот озеро есть, да? Наверное, оно и про них говорили. Озеро по... Пон, пад или как называется. Может, давайте отсветилище вермины как раз там и посмотрим. Ну, давайте к этому... Хотя, не, она сказала не озеро, а болото. Конкретно болото. Короче, я в смутении. Ладно, сейчас найдем. Никуда не денется. Болото это... Может быть, то самое болото, где у них тут плавают. Я опасаюсь худшего. Какой ужас. Хотя лебеди не плавают на болотах. Так, да, они плавают только в озерах. Ну, да. Это просто какой-то лаванчик даже, а не озеро это. Что-то, собственно, ручно выротает, скорее всего. И просто сюда... Ух ты, Мишка тут откуда? Ты будешь нападать? Так топает. Такая маленькая, так топает. Эх, бедолага, сам нарвался. Не хочу их убивать. Ну, а что, приходится, что поделаешь? Ну, я не знаю, про какие именно болота она говорит. Причем она говорит про них, знаете, что... Дорожное светильниче, а катуша тут есть. Ничего себе. Она говорит то, что это все происходило ночью. То есть, ночью видели эти огоньки. Может быть, мне стоит добраться... Добраться, точнее, дождаться ночи. И потом уже туда идти. Я не знаю. Короче, ну, пойдемте сюда. Может, вот это и есть болото. Ну-ка еще разглянуть на это все. Ближайшее место. Я не знаю. Ладно, идем. Какой-то квест непонятный. Ну, хотя, кстати, туда курсор показывает. Я думал, показывал на него. Я только сейчас на него внимание обратил. Как обычно, я не смотрю на курсоры на эти. Ну, пытаюсь сам все найти. Да, сейчас что-то гляну, но смотрю. Правда, курсор-то прям передо мной. Так что, скорее всего, все-таки я иду правильной дорогой. Ну, какие же это болото? Может быть, она хотела сказать озеро, но просто оговорилась чуть-чуть. Ну, бывает такое. Либо в их понимании. Вот эта вот речка, это какое-то болото. Может, и там вода грязная, не знаю, еще что-то такое. Потому что часто я свою реку тоже называю болотным, потому что ужас. Там аж пахнет как болотом. Так, это что, кто там стоит? Смотрите, да, видно отсюда прям что-то белое такое страшное. Ну-ка, приблизить. А, это эти растения, драконы, как их там называют. Какие-то водные, которые постоянно стреляют всякой непонятной магией. Ну что, давайте на кривые стрелы гоблинов 30 штук. В принципе, достаточно. Но еще ниже куда-то. Тут еще и корабль здоровый. Но я здесь уже ходил, не впервой, на самом деле. Здесь как раз какие-то я открывал непонятные пещеры. Может быть, как раз в одной из таких пещер мне и надо будет сходить. Кто его знает. А вот эти, вот они, эти огоньки. Ну да, это точно, это те самые, как их называют, блуждающие огоньки. Я с такими уже встречался много раз. И скажу, они такие, как бы, серьезные. Они исчезают какое-то время, потом резко перед тобой прям появляются и начинают бить. Неприятные. Похоже, что странные огни, которые видели люди на болотах, это блуждающие огоньки. Не удалось найти никаких следов тех пропавших горожан. Однако блуждающие огоньки были замечены неподалеку от пещеры. Надо осмотреть ее. Неподалеку. Они прям на входе стояли, если что. Упс. Вот про что я говорю. Вроде бы убил их, да, уже раз. И рядом со мной прям внезапно. Сейчас опять где-то здесь появится. Ну давай, появляйся. А с них светящаяся пыль добывается. Которая тоже нужна была, помню. Кстати, там стоят, по-моему, разбойники. Ну-ка. Похоже на разбойников. Не похоже мне на мирных граждан. Ну что, идем? В болотах у нас корабли целые плавают. Вот так вот. Надо прийти и будет высказать. Какое, к черту, болото-то еще вообще. Это, наверное, там Арганианин ей напел. Тут, у того, наверное, все тоска по болотам. Наверное, он тут в этой речке видит болото. Наверное, постоянно про это говорит. И как бы она уже тоже стала оговариваться. Грудная клетка. Ну что, давайте изучать. Новая пещерка. Причем тоже красивая, тоже заросшая. Ого. Сразу, да, такой двойной проход. Ну, вроде бы в одно и то же место ведет. Хотя нет. Просто сразу же развилка. Походу, она будет идти по кругам. Скорее всего, мол, так вот. Зашли сюда. А нет. Можно было здесь так же пройти и сюда же пришли. Ну ладно. Иначе ничего не потеряли. Опять тролли. Да надоеливая. Постоянно с ними приходится. Последнее время дела иметь. Ого, как трясет меня. Что так трясет-то? Это, наверное, ветка мне по голове сейчас ударила. Кстати, я слетал в свою заставу. Этого не заставу, а в резиденцию, собственно, жеребца. И выложил всякие предметы, которые мы понасобирали с вами за эти четыре задания предыдущих. Колечки. Платье краснобая. Меч какой-то мне, который там подарили. Еще что-то. Кольцо какое-то. В общем, такие вещи, которые, ну, и одевать я не стану, и просто выбрасывать жалко. Такие всякие коллекционные, так сказать. Большая пещерка. Большая интересная пещера. Заросшая. Можно здесь побродить, походить. Ого. Мясо кровища. А вот, походу, да, один горожан какой-то валяется. В заболоченной пещере мной найдены тела пропавших горожан. Видимо, тролли сожрали людей ослабленными блуждающими огоньками. Нужно зачистить пещеру от оставшихся троллей. А, ну, в любом случае, мы будем зачищать, да, это хорошо. Значит, я здесь не бесцельно буду бродить по ней. Я, на самом деле, хотел походить, посмотреть. Это какой-то Эдуард Денили. Давайте его... Ух ты! Бретонская яркая стрела. Вот впервые такие вижу. Ну, возьмем, конечно же. Черный лонглоу, помню, я вначале в самом ходил именно с лонглоу. Мне очень нравился. А лук этот хорош. Хорош, ничего не скажешь. Но потом я его, конечно же, перерос. Ой, что-то у меня сейчас головокружение вызовет. Надо что-то это поменьше сосредоточиться. Хожу, просто по сторонам так разеваюсь. Рот открыл. И давай. А, ничего себе, сколько здесь всего. Куда идти? Так, ну, здесь, по-моему, я не был. Ага. Стоит. Троллишко. О, жаль, что эти тролли не помечены никак, где они находятся. Курсорами. То есть, просто ходи и ищи их. Не очень-то так. Неизвестно, где стоят. Сколько осталось. Конечно, это честно. Но, с другой стороны... Ух ты. Красота. Ух ты такие. Это мотыльки, что ли? Но, с другой стороны, можно так, мимо одного тролля, дважды, трижды пройти. Просто его не заметить элементарно. Они сливаются с местностью. Многие. До глаз, до глаз. Такое ощущение, как будто бы я уже в обратную сторону куда-то пошел. А не в обратную ли я пришел? Это что? А, нет. Сухой ход какой-то. Ну, пойдемте сходим. Я надеюсь, здесь как бы... Нет такого, что опять... Помните, пещеру тоже я пошел. Вроде квестовая, а попал в какие-то непонятные подземелья, руины. Надеюсь, здесь это все включено. Ну да, есть. Есть тролли. Ладно, бог с ним. Вроде-то не дополнение. Еще один. Причем, это самый, наверное, маленький закуточек этой пещеры. Если так поглядеть, здесь... Просто площадь такая, поверхность, да, и... Все. И больше идти-то некуда. И в центре, видать, какая-то награда лежит. Или что там такое? Какое-то свечение вообще. Ни черта не видно. Так, ну что, семь золотых. Свитки водное дыхание предлагают. Может быть, здесь еще поплавать где-то придется. Все-таки это же заболоченная пещера, как ее назвали тут. Которая находится на болотах. Поэтому, скорее всего, здесь и вот растут всякие кувшинки. Ох, сколько здесь растительных. Здесь, что ли, сундук зарос. И я по пояс в нем. Посмотрите, как я глубоко посажен в него. Ух ты. Кристаллы. Сапфир. Неплохо так. Ну ладно, пускай лежит. Зачем мне с собой его таскать? Это еще что-то за... Слушайте, по-моему, пещера слишком здоровая. И там было ответвление, я видел. Здесь этих троллей, сейчас чувствую, буду искать опять три часа всяких. Жаль, что они не пометились. Никак не пометились на карте. Как хочешь, так и ищи. Ну ладно, будем исследовать пещеру. В принципе, такие пещеры, я уже говорил в прошлой серии, мне нравятся. Они красивые, как минимум. Здесь атмосфера хорошая, здесь летают какие-то мотыльки, звуки такие приятные. Прям чувствуется вот растительность. Что это не просто брошенное, а каменное. Все или рассеивание? Не, не надо. Как-никак, какие-то есть сундучки. Какие-то коробки разваленные. Алианы растут. Свисают с потолка. В общем, есть чем полюбоваться. Есть где походить. Так, походу, в этом ответвлении я все. Всех зачистил. Ужас, ужас. Здоровенная. Ага, стоит. Причем два, ничего себе. Один. Второй непонятно, что произошло. Хе-хе-хе. Ага. Только-только всполошился и тут же тоже сдох. Так, еще и здесь проход. Да вы издеваетесь. Ничего себе. Навык повысили мне. Я думаю, из-за чего кто меня мог увидеть в полотную подошел к нему? Как же ты тут встал незаметно? Да, сейчас было очень опасно. Такс. Девять. Семьдесят две тысячи у меня уже между тем набралось. Бесполезное золото вообще. Куда девать его? Не ясно. Так, можно и туда пойти. И там, вниз, в разветвление. Сколько же тут... Всего-то, а? А, ну если туда вниз пойти, это мы просто обратно вернемся. Это, по сути, вот так вот, наверное, да? Возвращает нас. Так что мне, скорее всего, все-таки, да, здесь где-то прямо пройти лучше. Там я меньше исследовал. Да, точно. Вот, к кому-то пришел. Троллей очень много, на самом деле. Если бы они все были на карте помечены, у меня бы сейчас все было в этих курсорах зеленых. Есть. Напоминает, знаете, пещеры, которые были у нас в Шагарадских островах. Дрожащих. Там, когда мы ходили... О, здесь прям дорожка такая дьявольская. Когда мы ходили, тоже там, по подземельям по местным, тоже такие же тоннели, корневые пещеры. Вот точно. Тоже все зеленое, все запутанное. Бродить не перебродить. А вот так одного тролля где-нибудь оставишь, и черт его знает, да, где он стоит. Здесь столько всего. Квест не из легких, я вам скажу. На возврат, да? Возвращают обратно нас. А, это вообще выход? Ну, я не знаю, я выполнил квест или нет? Я убил всех троллей. Мне хотя бы, по идее, должны были написать, что я зачистил всю территорию. Я не знаю. Слушайте, давайте сохранимся. Выйдем. Слетаем к ней, попробуем пообщаться с ней. Если она скажет нет, то все, надо будет как-то, не знаю, опять вырезать. И с собственными, как говорится, силами кулинированную нашли. Зато самостоятельно ходить здесь, их всех вырезать. А потом уже возвращаться в тот момент, когда мы будем готовы сдать квест. Да, по-прежнему, в принципе, сейчас не показывать мне, я сейчас вообще курсора нет. Скорее всего, мне надо, правда, продолжать защищать. Ну ладно, давайте слетаем, на всякий случай. Может, что-то забажило. Такое тоже бывало у меня, и не раз бывало, когда просто бажило, без консольки не обойтись. Доспехи кровавой метки. А что ты думаешь об этих резиновениях? О, нет. Ты думаешь, их убили тролли? Это ужасно. Пожалуйста, если ты расправишься со всеми этими троллями, мы щедро отблагодарим тебя. Ты мне метки поставь на этих троллей. Будь осторожен. Ё-моё, придется действительно сейчас все это вырезать, потому что, ну, вы видели, да, я обошел сколько всего там, сколько много я уже убил их, и неизвестно, где-то одного какого-то тролля, может быть, за спиной оставил, и теперь иди ищи его. Это может надолго очень все затянуться. В общем, давайте, наверное, действительно сейчас сделаем паузу в этом месте, а вернемся уже тогда, когда я убью... убью... убью последнего тролля, и мне прям напишется, что пора пойти с докладом и сообщить ей о том, что все тролли мертвы. Ну, как-то так. В общем, увидимся. Итак, продолжаем. И самое, что интересно, я сейчас не возле нее, да, с докладом уже готовый ей доложить, а здесь, в пещере, просто дело все в том, что, смотрите, просто на простом примере вам покажу, как это все было. Я пришел, побежал тролля искать. Вот он, выход главный. Помните, мы с вами пошли вправо, да, и зачистили все. Я пошел влево, вот он, тролль меня встретил, я его только убью, появилась табличка, где мне просто написалось, что мне удалось убить всех троллей в заболочной пещере, не надо доложить о своих находках, дренарить, телис. То есть, по сути, просто одного тролля где-то здесь оставил, а в целом всех остальных поубивал. То есть, ничего, по сути, не потеряли мы, так что давайте сейчас я прям вместе с вами здесь посмотрим все сундучки, которые тут хранились. Оказывается, это был не альтернативный путь, как я изначально думал, это был тупичок, в котором можно было, убив тролля, поживиться чем-то. Ну и все, вот так-то, собственно, задачу выполнили. То есть, по факту я вырезал вам только момент, как я зашел в пещеру и все, собственно, ну и перелетал там от нее до сюда. Ну что, все, пойдемте сдавать квест, побыстренько мы его завершили, фактически за раз. То есть, фактически, если я пошел бы влево изначально, ну, мое любопытство бы мне там сыграло, я бы такой подумал, ух ты, а что там может быть? И пошел туда, а не вправо, то за раз бы прям все это сделали бы. Всех поубивали и вышли уже такие победителями из пещеры, как говорится. Ну, немножко получилось так. Ну, кривовато, но в целом, главный результат. Ты где? Иди сюда. Доспехи кровавой метки. О чем ты говоришь постоянно? Непонятно. Ну-ка, рассказывай, что ты думаешь об исчезновении теперь? Доспехи кровавой метки. Ага. Ты заладила одно и то же, вообще непонятно. А видели, да, диалог там совсем про другое она говорила? Доспехи кровавой метки. Какая-то больная. Какая жалость. Я говорю, ты какая-то больная. Какая жалость. Только, знаете, сарказм, троллинг. Я не знаю, как это назвать правильно. Диалог вообще, субтитры вообще о другом были совершенно. Она заладила про какие-то доспехи кровавой метки непонятные. Что ей надо от меня? Ну, зато дали колечко нам каких-то душ. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Эти души. Так, души и тела. Отражение урона, повышение силы 8 единиц. Ну, так себе. Не очень, на самом деле. Хотя, сила повышает. Это нормально. Можно таскать с собой больше всякого барахла. Так-то, в целом, можно пользоваться ими. У меня что вообще стоит? Вот это отлично. Кольцо, оно вообще фактически все добавляет. Болезни 40. Яд 40. Здоровье повышает 25. Выносливость тоже. Не, я не буду менять кольцо. Ладно. Пускай так и будет. Ну что, полетели сдавать квест. Что там? Томить. Через западные ворота сегодня попробуем зайти. Хотя, по идее, я, как уже говорил, через северные гораздо ближе. Мне хочется еще через западные проверить. Потому что, если смотреть по красной метке, то прям фактически вообще на этих западных воротах находится. Может, я прям рядом с гильдии сейчас появлюсь? Ну-ка, где я появлюсь? А, я примерно понял. Привет! И тут справа сейчас будет гильдия бойцов. Где-то тут. Не знаю, что даже ближе. В принципе, отсюда хорошо приходить. А может, я уже здесь даже ходил. По-моему, да, появлялся на западных. Ладно, не столь важно. По городу можно походить. Тем более, что приветливые люди в Чингингхоле меня все любят. Да, вообще, меня везде во всем все родили любят. И еще бы. Везде помогаю, хожу всем. Иди-ка сюда. Стой. Предполагалось, что ты поможешь жителям заставы Харлана. Как там дела? Я смотрю на тебя свысока. Я выполнил квест. Тролли! Да? Превлеченные блуждающими огоньками. Да-да-да. Да уж, везет же тебе на подобные приключения. Вообще. Ладно. Вот твое вознаграждение. Мне очень жаль, но у меня больше нет контрактов для тебя. Может, у Азана есть? Не знаю. Опять Азан. Тебе удалось сделать немало, боец. Ага. Опять Азан. Опять в Куров, да? Такс, понятно. А что насчет гильдии бойцов, когда информация появилась? Обратись к Азану Ванвиле. А, Ванвиле. Чтобы получить контракт. Анвил. Контракт, ну-ка, скажи-ка. У меня больше нет заданий для тебя. Все понял. Ты, походу, последний свой контракт мне отдал. Отлично. Походу, действительно, гильдия бойцов близится к завершению. Хотя, кто его знает. Может быть, и потом опять сюда. У меня же так же уже было не раз. Приходишь к какому-нибудь руководителю гильдии бойцов, говоришь, для меня контракт. Он говорит, у меня больше для тебя нет. А потом через пару квестов у другого, да, опять он тебе говорит, иди вон к нему и бери. Так что, ладно уж, посмотрим. Так, ну что, через какие? Главные ворота? Или какие там залетал-то, чтобы прям появиться вот? Давайте через главный. По-моему, там. Прямо возле гильдии. Кстати, Ангел, это мой родной город фактически теперь уже. Ну как родной, не родной, то есть я там житель этого города. У меня есть особняк. Хотя, особняк называется особняк Бенерусь. Мне вот это вообще не нравится. Почему он не переименовался, что ваш особняк? Ну как-нибудь так было бы написано. Бенерусь и все. Я же у него его купил за деньги. Пойди, он переходит в мою собственность. Не справедливо. Сегодня, наверное, опять с вами выполним вновь два контракта. У нас в два контракта помещаются как раз так в нашу серию. Ровно формат прям идеально вписывается. Так, с нам наверх. Ой, как я бегаю. Я так ношусь, они, наверное, вообще смотрят. О, опять этот безумец пришел. Бежит, выпучив глаза. Где мой контракт? Все сносит на своем пути, на скорости. Мне кажется, вот какое рвение работать-то у мужика. Не то, что у нас. Сидя здесь вечно в своих столовых, кушают непонятный сыр. А этот вообще тоже здесь зан. И за стола, и за своего не вылезает. И тоже жрет, опять же, сидит невидимую еду. Привет. Есть еще один. Последний контракт. Последний? Ух ты, ну-ка, рассказывай. У меня есть для тебя еще кое-что, и это очень важное поручение. Слушаю. Из часовни Брумы был украден камень Святой Алессии. И? Не знаю, веруешь ты или нет, но большинство верит в богов, и этот камень очень важен для них. Поговори с Ирраком в Бруме, он посвятит тебя в детали. Понял. Летим в заснеженную Бруму. Поговори с Ирраком о контракте. Заставь меня гордиться тобой. Да, я уже столько дел сделал, что ты уже должен был гордиться. Ничего себе, я сколько всего повыполнял. Добрый день. Мало, что ли. Как дела? Я, по идее, столько дел уже наделал, что мне уже можно почетную грамоту выписывать и говорить, что ну все, ты заслужу, по-моему, пенсию, хорошую оплачиваемую гильдебойцовскую. Так, ну что, опять в Бруму. Мы в прошлый раз тут уже были с орками как раз в этих землях и встречались. давай уже перелетаем. И опять Бруму поднимать, им же места меня таскает. Последние, наверное, серии 3 точно. и пещер много в последнее время тоже сплошные пещеры. Каждая задачка сопровождается именно походом в пещеры. Никакие не теалетские руины, а вот именно пещерки. Ох, а здесь красота. Вот это заснеженный город. Просто опять странные песни. Сколько раз уже говорить об этом было, что это нелепо выглядит. Когда подходишь к зданию, звучат эти песни, никто их не исполняет, нету никаких певцов. А вот и сирок. Приветствую, друг мой. Ты должно быть из гильдии бойцов. Мы ценим вашу помощь. Спасибо. Камень Святой Олеси у вас пропал, да? Говорят, этот камень благословлен самой Олесией. И пока он остается в нашем владении, все беды будут обходить нашу церковь стороной. Эта реликвия недавно была украдена у нас. В ночь, когда камень был украден, видели, как из часовни выбегали люди. Мы думаем, это и были бандиты. А предположительно, где они могут быть? Вы не видели бандитов этих? Как говорят очевидцы, их было четверо или пятеро. Видели, как направлялись на восток по дороге? Пожалуйста, найди камень Святой Олесии. На восток по дороге. Хорошо, понял. Пойдем сейчас. Ну-ка, ты чему обучаешься? Я могу научить тебя, если ты хочешь учиться. А, восстановление, да не, не надо. Найди камень, пожалуйста. Да-да-да, сейчас попробуем найти ваш камень. Верят они в камень. Так, на восток, это восточные ворота? Ну да, точно восточные. Сюда и надо идти. Интересно. Вот это уже интересно. Какое-то расследование, даже конкретно не ясно, куда ушли, кто ушли, где находится, то сейчас по сути будут идти по следу этих бандитов, не бандитов, воров. В каком-нибудь логово, наверное, это все приведет. Ну-ка, давайте проверим. Не, воровать мы тебя не будем. Благостражники не видели этого. Просто захотелось на коне посидеть, что поделаешь. такс. Не убиться бы. Вон какой-то стоит хмырь. Наверное, это он и есть один из них. Ну-ка, иди-ка сюда, на тебя и показывает. Каджит! Каджиты все воры. Фактически. Я ненавижу такую жизнь. Это что, бедолага. Я полагаю, тебя послали выследить нас. Черт в камень. От него больше проблем, чем толку. А, что случилось? Камень Святой Олеси, ну-ка, рассказывай. Мы украли его. Я не буду отрицать это сейчас. Но теперь, впрочем, я остался один. Да, мы украли этот камень, но мы были не последними, кто сделал это. Ух ты. На нас напала банда огров, неравнодушных к красивым камням, похоже. Я единственный, кто остался в живых. Если тебе нужен этот камень, иди в Сидор. Сидор? А где он находится? Это недалеко отсюда. Вот, я отмечу его на твоей карте. А теперь прошу оставить меня. Я ненавижу такую жизнь. Ну-ка про камень скажи что-нибудь. Зачем мы вообще его ворвали? Я сказал тебе все, что знаю. Не хочешь, да? Оставь меня в покое. Общаться со мной, ну ладно. Валяй, меня это не волнует. Дальше депрессуй. Ужасный у него вообще настрой у Каджито, бедолага. Ну ладно, какая-то пещера. Где она находится? Ну-ка. Ого, как далеко. Кстати, я в ней даже не был в Сидоре. Ну давайте отсюда сходим, потому что сейчас если по этим скалам всем скакать, я себе точно здесь сверну. Если так посмотреть вниз, что-то аж ноги подкашиваются слишком уж высоко. Давайте уже непосредственно туда зайдем, прям внутрь. Так, где-то здесь в двух шагах опять огры. То огры, то тролли. Последнее время, заметьте, да, у меня прям они чередуются. Сначала были огры, потом мы переключились резко на троллей, потом опять на огров, потом опять тролли, опять сейчас огры, то есть чисто поочередно идет. Прям беда какая-то с ними. Так, это где-то подо мной что-ли? Это истинно? Ну-ка. Судя по названию, это вообще какие-то аллеицкие руины. Я не думаю, что пещеру бы таким образом называли. Да и нарисована на карте тоже как не пещера, а именно как руины. во. Найден осидор. Точно? Аллеицкие руины. А это кто такие? Что это за? Это по-моему лагерь разбойников каких-то. ты разбойник? Давайте одного убьем на всякий случай проверим. А может быть это нормально и с ними можно было общаться? Хотя не, а какой общаться? В таких лагерях только бандиты и живут. я ни разу не видел нормальных вот таких вот условиях. Пошел куда-то искать. Куда пошел? Дружище, я здесь. Есть. Я с такими уже не разбился. Причем чисто случайно на них набредал, когда искал как их называют святилища, когда паломничество нес. Варвары? Ну да, точно. И она сама прям нападает. Ничего жизнь не учит вас. На твоих глазах уже вон сколько полегло твоих бородков и ты все равно на меня бежишь. Ну понимаешь что сдохнешь. Внимание фантазии. Ладно, пускай. Бандит лучник. На тебе должен угора быть стрел. Ну да, точно. Не зря убил. Так, сейчас стрелами обживемся. Кто у нас еще лучник? Мечник, мечники. А, нет, вот. Вижу какие-то стрелы. Ух ты. Поношенный поингард какой-то. Стрелы это были мои по всей видимости, причем уже поломанные. Перчатки неплохие на тебе. А тут что у нас? Варвар. Тайный лагерь какой-то. С кучей варваров, бандюганов. На бок с ними. Пускай валяются. Зато другим людям жизнь отравлять не буду, да? Пойдемте смотреть, что там нас ждет внутри. Клюв чайки. Новые какие-то стрелы. Кстати, много стрел, я так понимаю, это что-то вообще, такое ощущение по названиям порой встречается, что как будто бы не родное. Какие-то стрелы вообще такие, не знаю, названия сумасбродные. Клюв чайки, допустим. Какая чайка? Вообще тут чайки летают? В Тамаре или чайки вообще существуют? Я вот чуть не видел. Не, ну конечно, может там где Анвел бывают они далеко, ну не знаю, это что-то очень странное все равно как минимум. Ой, какие потемки. Ты где? Тварь, я тебя слышу. Уху-ху-ху-ху, уже бежит. Хорошо, что здесь темно. Темнота мне вообще на руку конкретно. Паралич. Сверепый Увер. Ну, по всей видимости, конечно же, мне не сюда, надо было туда прямо идти, но тогда что здесь, все равно хочется же заглянуть. Раз я уже зашел в эти места, чтобы не было как в прошлой. Камешки можно было собрать, а то как в той пещере тоже, я такой думаю, о, мне наверное направо, да? О, точно направо. Ну и все, и пошел до самого конца. А в итоге надо было налево заглянуть небольшой закуточек. Угра пропустили, то есть тролля. А потом пришлось возвращаться через всю карту опять же. Так, все, здесь точно ничего не оставили. За спиной у нас пусто. Стоит. Претендент. Что-то как-то по шарам бьет засвет такой сильный. Так, нажимная плита. Сейчас ничего не упадет на меня. Ух ты, а там проход сверху есть еще. Че открывается? Ага. Надо где-то что-то нажать, какую-то кнопку, да, наверное, потом сюда наступить и откроется. Ну-ка, давайте искать. Ну, из проходов здесь вроде бы току вот. хэтшот. Нет, не хэтшот. Вот это непонятные проходы какие-то. Вроде как и двери, но с другой стороны не дверь. Просто решетка для красоты что ли сделана. Ага, отсюда вот можно как раз наверх пройти. Наверное, в то место, на которое я смотрел. Проходец такой был. Немноговато ли вас тут? Слабо зельево волшебства, но я уже это не беру. У меня и дома уже в своей резиденции этих зельево волшебства уже хоть отбавляй. Через край сыпется. Это что за какой-то алтарь что ли? Тут что-то должно было походу лежать. Ну это типа такого, только чуть повыше, да, наверное? Ну ладно, пришли просто чтобы Огра убить. Понятно все с этим местом. Здесь видимо то же самое. Сейчас меня будут ждать. Скамеечки даже есть. Это что за просто деревяшка. Так, мы с обратной стороны этой решетки. Как раз про которую я говорил, что у нас странное. Я тебя слышу уже. Алицкий Ларри. Даже не сундук. слабые отслабления Крохотных камней душ Вообще набрали кучу На каждом шагу попадается Кстати на вас огра ничего нету Может какие нибудь там ключи Зубы огра да вилки Все кукгады Собойносят вообще бесполезно Казалось Зачем такому здоровому огру вилка Вот что он ей делает Это как то странно Мне кажется Так какую же кнопку нажать Где кнопка По моему я там еще один проход пропустил В том месте где я тролля как раз убил Только снизу Вон там по моему тоже какой то был Закололочек Давайте сходим посмотрим Вот тут да точно Но все равно Кнопок пока что вообще Намека даже на кнопку нет А тут дверь еще есть Сидор По-английски еще причем Это не Кнопка нет Ну походу мне туда и надо Только странно что Показывается Так как бы все равно У меня все Зеленым Как будто бы Где то здесь Даже переходить не нужно Не ясно Вот сейчас обратно Да показывает Красным теперь Стон Каменная дверь Слушайте Это по моему ДЛЦ пошел Какой то уже Какая не гильдия археологов Чувствую я Не давайте сюда не пойдем Сто процентов Это что то неродное Мне здесь надо искать Кнопку Может быть даже куда то Выстрелить Может быть сверху Какой то рычажочек имеется Так Тут еще же Слева оказывается Я только вправо уходил А тут слева Какой то проходец есть Можно и сюда заглянуть И на меня уже Тролль напал Точнее Огр Походу действительно Это то место Куда мне надо сходить Ух ты Железная такая Легких доспехов Легкие доспехи Шесть единиц на себя Ну не Такое я не ношу Тем более что Всего лишь Шестьсот золотых Это совсем мало Кстати К той двери Я подходил Которая там была Где то наверху Она Так Она реально Заперта И там нужно Короче по квесту Видимо приходить Что на английском Написалось Дверь там чего то Того Короче Ты ее никак не откроешь Вот и все Иди отсюда Ага А вот мы и открыли Да Ту самую дверь И здесь этот камень Походу лежит Ну точно И что теперь В седоре Какой то момент запутался Туда ли я пошел Все Выбираемся На выход Прямым ходом Здесь больше делать Нам Нечего Отлично Хорошо Выполнили квест Прям как нужно Вообще На ура Так Ну дайте через восточный ворот Какая разница На самом деле Там этот Часовня Хоть из каких Ворот залета И видно Отовсюду Потому что там все Дома Одноэтажные Маленькие домишки Брумские Это не как В каком Не знаю Короле Или Скинграде Особняки У каждого Второго И здесь Над этим всем Возвышается Часовня И реально Видно С любой точки Города Во Смотри Какая Высоченная А домики Вон Максимум Один этаж Такое Пение Дурацкое Вообще Какое-то Но Она вообще Не вписывается Ну Есть Так Есть Бог с ним Ну что Дружище Я принес тебе камень Держи Как идут поиски Отлично Удалось ли найти Камень Святой Алисии Да Он у меня Держи Ааа Ты нашел его Ну конечно Я очень благодарен тебе Твоя работа Оценена по достоинству Вот Возьми это Я бы с удовольствием Дал тебе больше Да ладно Я ради Доброй славы Это все делаю Три зелья Лечения Ну хорошо Ух ты Еще А нет Это удалено Спасибо Твое благословление Мне пригодится Обязательно Куда же нам без него Такс Ну что у нас там Квест Камень Святой Алисии Возвращен Сироков В знак благодарности Священник дал мне Несколько сильных Зелья исцеления Нужно вернуться К Азану И получить положенную Награду На самом деле Казалось бы Да Всего лишь Какие-то три бутылька Дал Ах Как-то мало На самом деле Сказать Он заплатил Гораздо больше Чем все остальные Если все дают По 200 золотых 500 золотых Здесь один бутылек Такой вот Сильного зелья И исцеления Будет стоить Как раз таки Где-то 600 500 600 Представляете А тут их три То есть фактически Он очень много На самом деле Заплатил Где-то 1500 Как минимум Скорее всего Так что Товаром Иногда тоже Брать Выгодно Такс Сейчас Порадуем его Скажем Все сделано Давай нам Повышение Я уже Повышение Хочу На самом деле Я думаю Дослужился Явно Я уже Заслужил Того Чтобы Стать Гораздо Больше В ранге Ну и сразу Взять Следующий Квест А хотя Он сказал Что это Последний Квест Походу Какой-то Другой Будет Уже В новых Там Какой-нибудь В короле Скорее всего Опять У этого Как его Там Орак Или Как его Вечно Забываю Итак Продолжаем Игру Вылетела Она Ну Собственно Это Обливиум Да Надо Привыкать К этому Точнее Не привыкать А смириться С этим Я уже Смирился Надеюсь Вы Как бы Тоже Это было Особое Значение Уже Не Придаете Что Вылетает Ну И Бог С ним Подумаешь Да Как говорится Такие Склейки У нас Часто Бывают Ну Что Поделаешь Ладно Давайте Общаться С ним Сдавать Этот Квест Зану И Скорее Всего Потом У нас Отправит Уже Карейн Я Прям Чувствую Он Уже Сказал Последний Квест Как дела С камнем Святой Алессии Сирок Получил Свой Камень Да Получил Отлично Хорошая Работа Хотел Бы Я Дать Тебе Еще Задание Но Дела У нас Идут Не Очень Хорошо Уверен Ты Это Знаешь Вот Твое Вознаграждение Давай Вот Завершено Отлично Пятьсот Повышение Могу Получить Все Контракты Что Были В наших Списках Выполнены Хорошая Работа Я Произвожу Тебя В воителей Гильдии Бойцов Теперь Ты Выше Меня Званием Я Больше Ничем Не Могу Тебе Помочь Даже Так Но Ты Можешь Заходить Сюда Чтобы Повидаться Со Старыми Друзьями Ходят Слухи Что Тебя Ищет Орейн Я Так И Думал Я Этого Тебе Не Говорил Хорошей Тебе Работы И Удачи Прям Вот Так И Думал Ух Ты Задание Сразу Ж Сбор Информации Я Так И Знал Что К Нему Именно Мы Отправимся Потому Что Ни Орк Ни Этот Уже Этот Сказал Что Последний Орк Сказал Что Все У меня Нет Для Тебя Ничего Про Повышение Мы С тобой Уже Пообщались Странно Что Горит Но Давай Еще Спрошу Тебя Раз Так Уже Выше Меня Звание Да Неплохо Так Неплохо Отлично Прощай Я Не Говорю Вам Прощай Говорю До Свидания Ну Что Собственно И С Вами Давайте Так Не Прощай До Свидания Давайте На Следующей Серии С Вами Продолжим Выполнять Гильдию Бойцов Я Смотрю Все Дет К Завершению Потому Что Орк Уже Отказывается Мне Давать Свои Квесты Этот Паренек Азан Тоже Уже Сказал Что Все Ничем Помочь Не Может Это Точно Был Самый Последний Квест За Него Остается Только Арейн И На Руках Как Говорит С Черной Компания В общем Спасибо За Просмотр Надеюсь Вам Понравилось Это Видео Если Же Так Можете Поддержать Поставив Палец Вверх Можете Также Написать Какой Ни Комментарий И Подпишитесь На Канал А Также Вступайте В Группу Вконтакте Если Вы Ищи Этого Не Сделали А С Вами Был Дэнни Марс И До Новых Встреч